Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «День» в студии Марина Стафунина. В начале выпуска о главных его темах. «Ситуация с содержанием улиц и тротуаров в Мытищах лучше, чем в Королеве и Юбилейном», заявил министр строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Мытищинский ЗАГС уже пять лет борется за право пользоваться собственной стоянкой. Необычную выставку открыток подготовила межпоселенческая центральная библиотека района. Об этих и других темах в материалах наших корреспондентов. В актовом зале администрации Мытищинского района прошло рабочее совещание Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области с руководителями управления ЖКХ шести городов и районов. Главный вопрос обсуждения – уборка и вывоз снега с улиц и дворов. Перед началом совещания министр строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области Герман Ельянюшкин рассказал о своих впечатлениях от поездки по городам Мытищи, Королеву и Юбилейному. И везде дела обстоят по-разному. Содержание улиц, тротуаров и внутридворовых территорий лучше всего поставлено в Мытищах. В других муниципальных образованиях не составлены даже схемы по вывозу снега. Там снег на улицах разгребается, но не вывозится. Практикуется так называемая сигнальная очистка. Это когда снег убирается только по звонкам и настоятельным требованиям горожан. С 1 января на большинство городских маршрутов вышли автобусы не автоколонны 1375, а четырех других автотранспортных предприятий. Почти сразу у мытищенцев появились претензии к новым поставщикам услуг. Не исчезли они и сейчас. На днях руководители администрации городского поселения Мытищи организовали встречу журналистов с представителями этих автотранспортных предприятий. Автоколонна 1375 возила мытищенцев по городским улицам более 40 лет. За это время между перевозчиком и горожанами сложились теплые добрососедские отношения. Поэтому даже небольшие изменения в качестве и порядке обслуживания жители городского поселения Мытищи заметили сразу и среагировали на них эмоционально. Вопросов к тем, кто с нового года вышел в рейс, у пассажиров много. И состоявшаяся накануне встреча, в рамках которой журналисты смогли озвучить претензии горожан к новым поставщикам услуг была как нельзя кстати. Брифинг открыл исполняющий обязанности главы городского поселения Мытищи Николай Бирюков. Закон есть закон. И при подготовке конкурсной документации конкурса на перевозке на 2013 год у нас приняли участие другие перевозчики. А автоколонна 1375 свои предложения по участию в конкурсе не предъявила. Конкурс проводился на период действия контракта с 1 января по 31 июня. Условия контракта обязались исполнить 4 автотранспортных предприятия. С нового года по улицам города передвигаются 27 социальных автобусов вместо 26. Однако в часы пик мытищинцам приходится брать общественный транспорт штурмом. Нехватка машин объяснилась просто. Теперь по социальным маршрутам передвигаются не только автобусы большой вместимости, но и желтые Богдан и Сузу, ранее выполнявшие только коммерческие рейсы. По словам представителей автотранспортных предприятий, таблички в автобусах, осуществляющих социальные маршруты, выполнены черным шрифтом, а коммерческие – красным. Однако на улицах города встречаются и такие экземпляры. Однако теперь и в коммерческом автобусе граждане, причисленные к категории льготников, могут проехаться бесплатно. Для них в салоне предусмотрено два места. У нас практически во всех автобусах либо висят подголовники, пишется льготное место. С водителями регулярно проводятся беседы по поводу того, чтобы просьбы не занимать льготные места. Эту информацию подтвердили и представители других автотранспортных предприятий. Однако на деле все выглядит немного иначе. Годные места мы не заметили. Мы билеты заплатили. А у вас льготы есть, да? Есть, конечно. У вас есть льгот для льготных пассажиров? А, да, покажи. Водители, а почему вы нам не сказали? На самом деле таблички есть, только обнаружить их не так просто. Еще одно нарекание в адрес новых поставщиков услуг – отсутствие расписания движения автобусов. Все расписания на сегодняшний день на всех остановочных пунктах вывешены. За исключением самого последнего маршрутка, это был номер 11, который мне директор автоколонны доложил, было размещено вчера расписание на всех остановочных пунктах. В воскресенье же я лично проверял все маршруты и все остановки. На всех остановках все расписания имелись в наличии. Теперь мытищинцам осталось привыкнуть к тому, что таблички с указанием периодичности движения автобусов могут висеть в самых неожиданных местах. На брифинге коснулись и прав людей с ограниченными возможностями. В автобусах автоколонны 1375 объявляли остановки. Теперь водители не всегда информируют граждан о том, где они находятся в данный момент. Перевозчики разъяснили ситуацию. Оказывается, не все машины оснащены системой громкой связи. Однако соответствующий пункт в контракте предусмотрен. Ваш транспорт не готов выполнять условия контракта, значит, будем тогда с вами принимать решения какие-то непопулярные. Перевозчики обязались установить необходимое оборудование и начать информировать граждан об остановках. Надежда Трифонова, Александр Славин. Информационная программа «День». Сотрудники Мытищинского управления ЗАГС обратились к нам на телевидение за помощью. Ситуация с перегруженной машинами-стоянкой около дворца бракосочетания дошла до абсорда. В деле разбиралась Татьяна Захарова. С 2007 года сотрудники Мытищинского управления ЗАГС борются с серьезной проблемой. Все парковочные места на стоянке, расположенные около дворца бракосочетания, заняты машинами жителей близ лежащих домов. Тогда как стоянка предназначена для граждан, приехавших в ЗАГС по тому или иному вопросу. Больше всех неудобства терпят молодожены в один из самых важных и торжественных моментов в своей жизни. Проблема такая, когда свадьба у нас суббота, особенно летний период, и сейчас, я хочу сказать, недалеко мы ушли от летнего периода, у нас каждую субботу 20-25 пар. Соответственно, кортеж свадебный подъехать не может. Они паркуются у нас по улице Летной, что затрудняет движение транспорта в субботний день, и люди как бы едут. Также посмотрите, какие сугробы. Чистится стоянка, сугробы. Невеста идет сквозь эти сугробы, сквозь грязные машины, соответственно, уже приходит в ЗАГС на свой же праздник с негативным настроением. Сами сотрудники ЗАГСа как могли боролись с этой проблемой, но оказались бессильны. Установленные на столбиках цепи на въезде ко дворцу срывали. Размещенные на домах и фонарных столбах объявления с просьбой не парковать машину у ЗАГСа игнорировали. Сейчас сотрудникам ЗАГС остается только надеяться на любую помощь со стороны. 15 февраля 1989 года армия страны, которой через несколько лет не стало, покидала территорию Афганистана после 9-летней неоправданной войны. По официальным подсчетам, в борьбе с маджахедами за эти годы погибли более 13 тысяч человек. Но есть и другие версии. Например, представители генерального штаба говорят о 26 тысячах. В преддверии 24-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана в школе 24 провели единый классный урок для учащихся 5-х, 6-х, 7-х и 10-х классов. Ребята послушали исторические зарисовки, рассказывающие о войне. Школьный парламент и активисты подготовили видеофильм из архивных съемок. Это одна из самых трагических страниц в истории нашей страны. Знать об этом, не допускать повторения таких событий, это, конечно же, задача и взрослых людей, и, конечно, правительства, но и дети должны об этом знать. В конце мероприятия учащиеся педагоги минутой молчания почтили память всех, кто не вернулся и погиб от ран, полученных на полях сражения этой войны. Время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я давно хотел в свою квартиру. Не думал, что меня могут обмануть. Я же не юрист, я не должен знать все законы. Соседок покупают. Я хотел зарегистрировать договор, но меня убедили, что и так все в порядке. Решила, была не была, долг выгорит. Ну да, обманутый дольщик. Принимай взрослые решения. Знай закон и стройся. В межпоселенческой центральной библиотеке Мутищинского района проходит выставка открыток конца 19-го – начала 20-го веков на тему «Европейская мода». Экспозиция представлена открытками, гравюрами и литографиями из личного собрания Мутищинца Николая Баженова. На уникальной выставке побывала и наша съемочная группа. Николай Баженов коллекционирует открытки больше 30 лет. Сейчас их число превышает 50 тысяч. Коллекционер делит открытки по темам российский криминал, мода, женские портреты, Пасха, Новый год, Рождество – всего около 100 разделов. В этот раз Николай предложил организовать выставку на тему «Европейская мода» и представил около 200 гравюр, литографий и открыток из Франции, Германии, Польши и, конечно, России. По традиции на открытии выставки присутствовали постоянные читатели библиотеки. Женщины, неравнодушные к моде. Как говорил Кристиан Диор, мода не обязательно должна быть доступна. Достаточно чувствовать ее в воздухе, дуновение в воздухе. Мода – это коллективное сумасшествие. Презентацию данной коллекции Николай Баженов начал с рассказа о русском костюме конца 19-го – начала 20-го века. Тогда носили рубахи до пят, шерстяные юбки, сарафаны, шубы из овчины, кафтаны, а на ногах – лапти. А в Европе в это время центр моды переместился из Испании во Францию. И до сегодняшнего дня моду диктуют французские кутюрье. В конце 19-го века европейские женщины носили корсеты, пышные юбки. А уже в 20-м веке корсеты вышли из моды. На смену пришли платье свободного кроя с декольте. Помимо открыток, гравюр и фотографий, на выставке были представлены аксессуары того времени. Это и флаконы духов, и различные пудреницы. А вот в такой маленькой красивой коробочке женщины носили карты для пасьянца. Уникальная выставка не оставила никого равнодушным. Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих посетить выставку с понедельника по пятницу с 10 утра до 6 вечера. Татьяна Захарова, Александр Славин, информационная программа «День». Уважаемые телезрители, 27 января по всей стране будет отмечаться день снятия блокады Ленинграда. Сразу по завершении выпуска новостей смотрите интервью с Маргаритой Васильевной Переверзевой, которая пережила страшные годы войны, находясь в блокадном Ленинграде. Такой была информационная картина дня. Смотрите нас не только в эфире, но и на нашем сайте www.tvmit.ru. Будьте в курсе событий. Всего доброго и до встречи.